порода декоративных собак, выведенная путем скрещивания древних тибетских собак и предков современных пекинесов. В прошлом в Китае правом владеть этими собаками наделял личный император. Крайне необычная внешность вкупе с замечательным характером сделали шицу превосходными компаньонами. Создается впечатление, что главной своей обязанностью собачки считают постоянные игры с хозяином и его детьми. Основные моменты и интересные факты. Во времена династии Тан Киутай, король Викура подарил китайскому двору пару собак, предположительно происходящих из Фу-Линь, предположительно Византийской империи. Упоминание об этих собаках было снова сделано в 990-994 годах нашей эры, когда жители Хо-Чжоу прислали собак в качестве дани. Шито-Цоу означает лев, и в буддийской вере существует ассоциация между львом и их божеством. Шито-Цоу был домашним животным на протяжении большей части династии Мин. Порода стала отдельной породой, кульминацией чего стало создание кеннел-клуба Шито-Цоу в Англии в 1935 году и включение в племенную книгу Эк в 1969 году. Шито-Цоу часто называют собакой с лицом хризантемы из-за того, что у них круглая мордаша. История породы Шито-Цоу считается традиционно китайской собакой. Одной из родин Шито-Цоу считается Тибет. В 1653 году тибетский Далай-Лама подарил китайскому императору несколько собак Шито-Цоу, которые превратили Шито-Цоу в запретную породу, принадлежащую исключительно императорской семье. В качестве подарка император иногда дарил самым высокопоставленным чиновникам Шито-Цоу. Если же Шито-Цоу доставались людям незаконным путем, то этих людей казнили. По некоторым документам считается, что в Тибет Шито-Цоу пришли из Византии в начале 7 века, то есть порода имеет европейские корни. В точности родина Шито-Цоу не выяснена. В Европу Шито-Цоу вернулся благодаря норвежскому послу в Китае в конце 1930-х годов, которому сука Шито-Цоу по кличке Лейдзо досталась в подарок. Для того, чтобы добиться потомства, он использовал свои связи и приобрел еще пару кобелей Шито-Цоу. Вернувшись на родину, он занялся разведением неизвестной никому в Европе породы. Существует также легенда, что Буду сопровождала в пути маленькая собачка, готовая в любой момент превратиться в огромного льва на защиту хозяина или для того, чтобы Буду ездил на ней. Считается, что собачкой был именно Шито-Цоу. Первый клуб Шито-Цоу был создан в Великобритании в 1934 году. Порода была официально признана Кеннел-клубом «Великобритания» 7 мая 1940 года, а первый современный стандарт разработан в 1948 году. По разным гипотезам и генетическим исследованиям предполагается, что Шито-Цоу был получен в результате скрещивания пород Лхаски, Апса и Пекинес. Существуют также другие гипотезы, но ни одна не признана достоверной. В частности, по данным генетических исследований, считается одной из древнейших пород на Земле. Шито-Цоу переводится с китайского как «лев», потому их принято называть собака-лев. Хризантемными собачками их еще называют потому, что шерсть на их мордочке напоминает цветок хризантемы. Внешний вид. Шито-Цоу – небольшая лохматая собака с длинной шерстью. Наряду с мальтийской баллонкой и афганской борзой, Шито-Цоу обладает самой длинной шерстью относительно размера тела. Голова крупная, округлая, широкая, широко расставленные глаза. На голове копна из шерсти, длинные борода и усы, на носу, растущая вверх шерсть, которая и создает эффект хризантемы. Не мешает собаке видеть. Переход от олба к морде выраженный. Нос черный, но темно-коричневый у коричневых и с коричневыми пятнами собак. Кончик мочки носа должен находиться на одной линии или чуть ниже края нижнего века глаза. Спинка носа прямая или слегка курносая. Широко открытые ноздри. Опущенная мочка носа крайне нежелательна, так же, как и суженные ноздри. Морда достаточно широкая, квадратная, короткая, без морщин, плоская и покрытая шерстью. Длина около 2 см 5 мм от кончика носа до стопа. Пигментация морды непрерывная, насколько возможно. Губы не сырые. Челюсти широкие, небольшой перекус или прямой прикус. Глаза крупные и темные, округлые, не выпуклые, достаточно широко расставленные. С теплым выражением. У коричневых или с коричневыми пятнами собак допустимы более светлые глаза. Белки глаз не видны. Уши крупные, с длинным ушным полотном висячие. Посажены несколько ниже макушки, обильно покрыты украшающим волосом, так что сливаются с шерстью на шее. Шея пропорциональная, красиво изогнутая. Достаточной длины, чтобы гордо держать голову. Расстояние между холкой и основанием хвоста больше, чем высота в холке. Спина прямая, плавно переходящая к хвосту. Поясница хорошего сцепления, прочная. Грудь широкая и глубокая и хорошо опущенная. Хвост роскошно одетый, держится весело, будучи перевернутым на спину. Высоко посажен. В высоту приблизительно на уровне черепа, что придает собаке сбалансированность. Плечи прочные, наклонные назад. Ноги короткие и мускулистые, с хорошим костяком, прямые, насколько возможно, согласуются с широкой, хорошо опущенной грудью. Передние лапы округлые и прочные. Бедра округлые и мускулистые. Задние лапы округлые, прочные, с хорошими подушечками. Обильно покрыты шерстью. Покровный волос длинный, плотный, не курчавый, с умеренным подшерстком, не пушистый. Легкая волна допускается. Длина шерсти не должна ограничивать движение. Обычно шиты ЦУ разноцветные. Преобладают сочетание белого, серого, коричневого и черного цвета, иногда рыжего. Крайне редко бывают почти полностью черные особи. Иногда можно встретить белых шиты ЦУ с примесью ванильного цвета. Самые яркие шиты ЦУ. Неопытный человек может спутать их с болонками. Окрас, бело-рыжие, бело-золотые. Бело-рыжий в маске. Рыжий в маске, черно-белый, бело-черный, черный окрас, черно-подпалый, бело-голубой. Голубой окрас, тигровый, белый, кремовый, серый, коричневый. На бородке также есть белая шерстка, которая называется метка Будды. Шерсть требует ежедневной чистки, чтобы избежать путаницы. Из-за их длинной шерсти и быстрорастущих волос, необходим регулярный уход, который может быть дорогостоящим. Часто длину шерсти сокращают, чтобы упростить уход. Разрешается стрижка шерсти вокруг ног и заднего прохода. Более короткая стрижка обычно называют стрижкой щенка или стрижкой плюшевого мишки. Высота в холке не более 27 см. Вес от 4,5 до 8 кг. Идеальный вес 4,5 – 7,5 кг. Согласно опросу британского клуба собаководства, средняя продолжительность жизни Шиты ЦУ составляет 13 лет и 2 месяца, при этом большинство из них живут от 10 до 16 лет. Самым долгоживущим Шиты ЦУ считается смоки из Флориды, который дожил до 23 лет. Отличительные черты характера. Собаки из породы Шиты ЦУ, несмотря на свой крайне красивый игрушечный и декоративный вид, не являются декоративными собаками. Шиты ЦУ – собака-компаньон с необычным характером. У Шиты ЦУ дома чаще не бывает ярко выраженного хозяина. Они разделяют любовь между всеми членами семьи. Шиты ЦУ не любят одиночество и неотступно следуют за своими хозяевами, куда бы они ни пошли. Даже уснув, при любом передвижении хозяина Шиты ЦУ не ленится проснуться, встать и следовать за своим хозяином. Благодаря своей привязанности к людям, Шиты ЦУ являются идеальными спутниками для пожилых и одиноких людей. Шиты ЦУ сильно привязаны к людям, в жизни они обращают больше внимания и проявляют больший интерес к людям, чем к собакам. Также они очень любят детей. Шиты ЦУ являются крепкими собаками, имеют крепкое телосложение и могут передвигать большой вес сообразно их телосложению, особенно если сравнить их силовые показатели с собаками аналогичных размеров. Несмотря на свою крепость, охранными собаками они не являются из-за небольших размеров и ласкового и дружелюбного характера. Щенки и молодые Шиты ЦУ являются хорошими спутниками для самых маленьких детей из-за того, что они воспринимают их как себе подобных и стремятся играть с ними. Шиты ЦУ могут быть домашними собаками и не гулять на улице, что важно с учетом того, что в зрелом возрасте их длинная шерсть может доставлять им и их владельцам немалые хлопоты и проблемы. Шиты ЦУ подаются обучению и могут справлять нужду в лотке. Хотя часто Шиты ЦУ считают молчаливыми собаками, они громко лают, причем иногда с раннего возраста. Когда хозяин оставляет их дома в одиночестве, уход хозяина обычно сопровождается несколькоминутным скулением и плачем, но не лаем. Шиты ЦУ очень игривые и способны долго без устали бегать и играть с хозяином, хотя встречаются и более спокойные особи. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Здоровье. Из-за своей плотной шерсти и короткого лица, Шиты ЦУ плохо переносят жару и не умеют плавать. Большинство Шиты ЦУ в целом здоровы. И ответственные заводчики проверяют свое поголовье на наличие таких заболеваний, как дисплазия тазобедренного сустава, вывих надколеника, смещение коленной чашечки, глазные аномалии, включая катаракту, прогрессирующую атрофию сетчатки, отслоение сетчатки, а также сухость и воспаление роговицы, из-за чрезмерного пребывания на воздухе, из-за неправильного закрытия век. Цена и как правильно купить. Купить щиты ЦУ без документов можно за цену от 100 до 400 долларов США. Но в этом случае вы рискуете получить щенка с примесью или наследственными заболеваниями. Щенка с известной родословной, но не подходящего для разведения, можно купить за 400 долларов США. Питомец породного класса, соответствующий стандартам породы и подходящий для разведения, но не для выставок, стоит в среднем 500 долларов США. Наконец, за лучших щенков вам будет предложено отдать от 900 до 3000 долларов США, в зависимости от того, насколько хороша их родословная. Итог. Ши ЦУ одна из древнейших пород собак. В русском языке встречаются также названия ши ЦУ, ши ЦУ. Корни ши ЦУ происходят из Китая. До 1920-х годов собачки породы ши ЦУ были запретными собачками двора китайского императора. Ошибочно считать, что название породы с китайского языка переводится как львенок. Более правильный перевод собачка-красавица, по имени красавицы Си-Ши, одной из четырех великих красавиц древнего Китая.